Здравствуйте! В эфире Андрей Михайлович Буровский. Я продолжаю сегодня рассказывать о загадках второй атомной бомбы. Ну, вернее, в первом своем выступлении я говорил о вероятности первой атомной бомбы еще во время Первой мировой войны, а вероятность второй атомной бомбы относится к концу 30-х, началу 40-х. А дело было так. Вернувшись в 26-м году из Парижа в СССР, Владимир Иванович Вернадский всячески поднимает идею мирного атома. Одновременно он уверяет, сделать атомную бомбу невозможно в принципе. Уже в 1922 году он сформулировал таким образом задачи Радиевого института. Цитирую. Радиевый институт должен быть сейчас организован так, чтобы он мог направлять работу на владение атомной энергией. Самым могучим источником силы, к которому подошло человечество в своей истории. Не раз и не два Владимир Иванович и его ближайшие ученики Александр Евгеньевич Ферсман, Виталий Георгиевич Хлопин подают правительству записки о том, что необходимо интенсифицировать работу по поиску урановых руд, обогащению урана, овладению атомной энергетикой. В Радиевом институте четко ставится задача. Во-первых, создать то, что мы сейчас называем атомной электроэнергетикой, то есть запитать от атомного реактора электрические сети. Как это сделать? Как организовать атомный реактор? Создается циклотрон, самый большой в Европе и второй по размерам по СССР. Это в 1932-1934 годах. На этом циклотроне работают до 1950-х годов. В Петрограде, Петербурге, Ленинграде, как этики называют этот город, работал такой потрясающий ученый, как Гамов. Георгий Антонович Гамов, Джордж Гамов-американцев, который получил колоссальную известность уже в Америке, как американский ученый, который вынужден был не вернуться в СССР в 1933 году. Исключительного масштаба ученый. В Петрограде работал Хлопин, о заслугах которого долго распространяться нет смысла, в отличие от Гамова, имя его никогда не было табуировано. В 1934 году, 38-40 году правительство буквально бомбардировано информацией о том, что сделано в радиоминиституте, и требования, ну быстрее, ну больше денег, ну сделайте, дайте. Вот тут маленький парадокс. В 1918 году большевики и пытаются сдать в Березняках, в Пермском крае, в Пермском крае новый обогатительный комбинат. То есть, опять же, производство урана, производство радиа. Зачем? Они очень интересуются тем, что было в Бандюге. Расспрашивают рабочих. А их там довольно много было. Все они отвечают, да мы ничего толком не знаем. Ну да, привозили какие-то оболочки бомбы, что-то делали, мы не в курсе. Но колоссальный интерес к работе Вернадского. Огромный интерес. Потом он как-то спадает. В эпоху его, Виссарионовича Сталина, интерес, ну не то чтобы отсутствует. Похоже, что Владимир Иванович сумел убедить Иосифа Виссарионовича. Сделать атомную бомбу невозможно. Если из-за рубежа приходят какие-то сведения об этом, ну буржуазные ученые ошибаются. Они там ерундой какой-то занимаются, мы-то ерундой заниматься не будем. А атомная энергетика, ну может быть она будет, может нет, в каком виде непонятно. Ведь среди всех прочих проектов радиовый институт разрабатывает идею атомохода. То есть атомного двигателя на автомобиле, на поезде, на самолете, на судне морском или речном. В 1933-1935 годах ставится вопрос о создании атомохода. Реально создали атомоход только в 50-е годы. Атомный ледокол Ленин. Но вот современный атомный флот, ледокольный флот России, уникальный в мире, такого больше ни у кого нет. Это созревший плод работ Владимира Ивановича в 30-е годы. И все, включая создание циклотрона, специальные системы разгонки альфа-частиц, массы интереснейших исследований, это все этапы большого пути. Это все разные этапы достижения главной цели. Создание атомохода, создание мирной энергетики. А атомной бомбой в СССР не занимаются. Даже после открытия Лео Сцилларда, Лео Сцилларда 1934 года, когда в теории хотя бы создать атомную бомбу признается возможным. Ну, пока в достаточной степени теоретично, но уже возможно. Во всем мире готовы заниматься атомной бомбой. Вспомните о идее чудо-оружие в Третьем Рейхе. И не рассказывайте мне сказок, что атомные бомбы там не готовили. Готовили. Другое дело, что нацисты совершили две большие ошибки. Во-первых, они с немецкой прямотой и прямолинейностью очень много болтали. Утечка информации была на государственном уровне. Только ленивый не знал, что нацисты собираются делать чудо-оружие. Деное ваффен. Новое оружие. Оружие возмездия. И уже в 45-м году штурмовики фольксштурм, которые защищали Германию, пели замечательную песенку с припевом «Ви альта афен, ви аное ваффен». Мы старые обезьяны, мы новое оружие. Ну, старые обезьяны полагали себя обманутыми, обещали новое оружие. Бомба, как такая, громыхнет, и нет больше армад американцев. Громыхнет, нет орд большевиков. Все стало очень хорошо. Ну, вот не стало нового оружия. Первое оружие – это утечка. Много болтовни. Второе. Нацисты ухитрились рассориться как раз с ведущими умами своей страны. И вовсе не только еврейского происхождения. Сбежал Гейзенберг, которого, ну, как ни под... Подрентгеново исследовали, понимаете, перед микроскопом, но вот не нашли еврейского происхождения. В Британию, а потом в СССР сбежал Фридц Ланге. Тоже под микроскопом его изучали. А нет ли там еврейской бабушки? Нету. И внешность соответствующая, тяжелая, мясистая физиономия, ну, ярко выраженный, вредный немец такой. Со всеми особенностями германского психотипа. Очень последовательный, очень скучный, нудный, но невероятно деловитый. И крайне работоспособный, маниакально работоспособный. Сел, его не сдвинешь с места. Фридц Ланге в Харькове создает очень интересную группу. такую специфичную группу. Состоит она из трех человек. Ну, сам Фридц Ланге, разумеется, инженер Виктор Алексеевич Маслов и будущий профессор МГУ и заслуженный деятель науки СССР Владимир Семенович Шпинель. Эти три человека, используя во многом то, что уже делалось в Харьковском институте, в 1940 году подает заявку на изобретение об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества. В заявке они пишут, «В отношении уранового взрыва, помимо его колоссальной разрушительной силы, построение урановой бомбы для разрушения таких городов, как Лондон или Берлин, очевидно, не явится проблемой». Ни много, ни мало. И вот тут возникает интереснейший вопрос. Ведущее учреждение СССР, занимающиеся урановой проблемой, вовсе не Харьков, а радиовый институт. Ланге, конечно, очень мил, Маслов и Шпинель прекрасные ученые, но ведущие специалисты это Владимир Иванович Вернадский, Хлопин, Ферстман. И заявка выпадает именно к ним. А ведь Владимир Иванович Вернадский на протяжении десятилетий твердил, «Нельзя сделать ланную бомбу, ну невозможно! Буржуазные ученые могут говорить, что хотят!» Все равно невозможно. Атомную бомбу не сделают никогда. А здесь проект. И вот тут-то Хлопин пишет, как директор радиоинститута, заключение, ну якобы посоветовавшись с большим количеством специалистов. «Заявка в настоящее время не имеет под собой реального фундамента, кроме того, по существу в ней очень много фантастического». Ну, грубо говоря, Советский Союз отказывается делать атомное оружие. Вальтер Ланге замолкает навсегда. Он уезжает в ГДР в 1959 году, скончался он уже в эпоху перестройки в 1987 году, ему было под 90. Он там возглавлял крупный академический институт. То есть карьера сделана, но атомная бомба не создана, и проект его не принят. Маслов погиб при обороне Харькова в 1942 году, и только Владимир Семенович Шпинель дожил до того времени, когда была признана очень интересная вещь. Кстати, скончался Шпинель в 2011 году в возрасте почти 100 лет. Не дожил до 100 лет буквально считанных недель. И вот лет за 8 до кончины он получил официальное признание того, что он входил в группу, которая в 40-м году вполне могла сделать атомную бомбу. Атомная бомба была реальностью. Когда? В 40-м году. Если хорошо за нее приняться, она могла бы или рвануть, или по крайней мере быть продемонстрированной миру, ну, скажем, в 43-м году. Как раз наступление нацистов, война Третьего Рейха и Советского Союза, Сталинградская битва, и на фоне Сталинградской битвы в Казахстане производится такое небольшое испытание. Это, заметьте, не фантастика. Это я сейчас не сказки рассказываю. Это абсолютно реальный вариант. Два-три года, наверное, ушло бы на возню с атомной бомбой, но к 43-му сделать ее было можно. Это не было сделано. Доверие Иосифа Виссарионовича Сталина и его приближенных к Вернадскому было абсолютным. И, кстати, во многом верном. Вернадский создал Академию Новых, уже сказал ее создавать. И создал. Он создал колоссальную советскую геологию, геологическую службу. Начал разрабатывать, вернее, конечно, не он, лично разрабатывать, организовать разработку полезных ископаемых в Сибири, плоды северо-востока, в Таджикистане, в Казахстане. Начал. И он действительно организовал извлечение всей таблицы Менделеева из недр Советского Союза. Он сказал, что можно создать электроэнергетику в России. Можно. И предложил, как. Это ведь не плешивый Ленин придумал строить плотины на медленно текущих реках Российской Федерации. Это идея Владимира Ивановича Вернадского, который потом коммунисты сперли и выдавали за свой план Гейл-Ро. Ну-ну. Это придурок, простите меня, кто бегал с бомбой, махался. Царя убить собирался. Кретин. Это что ли создатель электроэнергетики? Да побойтесь Бога, ну не серьезно же. Владимир Иванович придумал перегораживать реки плотинами, чтобы падающая вода давала необходимое количество энергии, приводимой в электрическую, чтобы она вращала трубины. Ну вот план Гейл-Ро это его план. Не ленинский, не надо. Не рассказывайте сказок. Не надо лишней мифологии. Мифов в истории и так многовато. И вот в силу этого колоссального доверия, в силу того, что Сталин и его приближенные знали, если Вернадский говорит, значит это так. Есть старая легенда, которую нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Однажды во время восстания Сипаев британцы получили шифрованное сообщение на одном из языков Индии. И вице-король предложил прочитать майору Ходсену, блестящему разведчику, который неоднократно переодевался индусом, ходил в Индию. Ходсен прочитал, вернее, пытался прочитать и говорит, не знаю, не могу прочесть. И вице-король рвет бумагу. Зачем вы рвете, ваше превосходительство? Если этот не знает, значит никто не знает. Здесь та же логика. Если этот не может сделать атомную бомбу, никто не может, эти ребята в Харькове врут. Ну, или ошибаются. Эти люди никогда не были репрессированы, то есть никто не считал лыжицами, плохими людьми, ну, подали заявку, которая не имеет права на существование. А мирная энергетика продолжала подниматься на щит. Причем заметьте, ведь о двигателях атомных мечтали во всем мире. В 27 году во французском журнале «Наука и жизнь» писали «Достаточно владеть этими излучениями, радиоизлучениями, чтобы иметь мотор почти вечный». Пьер Кюри построил модель такого мотора или пытался строить. Ну, вечного двигателя, конечно, не получилось. Естественно. 12 июня 1940 года академики Вернадский, Ферстман и Хлопин пишут записку на зампред СССР Буганина о техническом использовании внутриатомной энергии. И в записке они говорят «Использование грандиозных запасов энергии, заключенных в атомах вещества, сейчас не является отвлеченной проблемой». «Использование». 12 июня 1940 года академики Вернадский, Ферстман и Хлопин пишут записку на имя зампреда СНК СССР Буганина о техническом использовании внутриатомной энергии. И в этой записке они пишут «Использование грандиозных запасов энергии, заключенных в атомах вещества, сейчас не является отвлеченной проблемой. Трудно переоценить возможный результат для народного хозяйства и государственной жизни, когда эта задача будет технически решена. Несомненно, что наша страна в этом вопросе должна занять первое место». 1 января 1941 года «Газета «Правда» выходит со стихами Семена Кирсанова. В них есть такое предсказание на 1941 год. Мы в 41-м свежие пласты земли богатств лопатами затронем. И может станет топливом простым Урал растормошенный циклотроном. Урал растормошенный циклотроном. Как видно, советская ядерная программа, программа мирной атомной энергетики вовсе не была страшным секретом. Никто тайны из нее не делал. Но при этом Советский Союз не занимался изготовлением атомной бомбы до 1942 года. Удивительная вещь. Ведь начиная с 1939 года даже в Америке и в Британии зашевелились, а в Третьем Рейхе, похоже, зашевелились буквально с момента его основания. Тоте Вальтер Ланге в 1935 году, убегая с родины, уже унес с собой кое-какие любопытные секреты. Вот так и не состоялась вторая атомная бомба, атомная бомба, которая могла быть. Бушков подал хорошую идею исторического расследования. Бушков подал хорошую идею исторического расследования. Он был, пожалуй, первым, наверное, кто написал книгу с названием «Россия, которой не было». Я выпустил несколько книг с такими названиями. Ну вот, первая атомная бомба, которой не было, вторая атомная бомба, которой не было. До свидания, и да избавит нас Господь от любой атомной бомбы, какая бы это по счету ни была. Спасибо.